Здравствуйте! Дисциплина «Основы теплофикации и теплоснабжения» для специальности «Теплоэнергетика». Меня зовут Симбаева Мольдар-Серепековна, являюсь преподавателем кафедры «Энергетические системы». У нас идет продолжение первой практической работы – это методы определения расчетной потребности в теплоте. Цель работы – это углубленное изучение материала, анализ и обработка полученных знаний, решение задач по теме, формат сдачи работы – это у нас ответы на вопросы и решенные задачи сфотографировать и высылать в систему «Универ» в формате PDF или JPEG. Еще раз напоминаю, что ваши работы должны быть написаны в тетрадях от руки. В орден обирать ее не надо, так я не смогу определить, кто что сделал. Поэтому надо будет все это сделать в тетрадях и высылать мне в универ. Если не получается загрузить в универ, можете на почту. Почту позже я скину в систему «Универ». Можете скидывать мне все ваши сделанные работы на почту. Одной из основных сетей топливно-энергетического баланса нашей страны – это является тепловое потребление. В теплоснабжении у нас идет комбинированная выработка. Это получается у нас есть, вырабатывается электроэнергия вместе с горячей водой. Основным теплоносителем у нас является перегретая вода. Это мы знаем уже с первой практической работы. Для обеспечения теплотой отопительной, вентиляционной и бытовой нагрузок, жилых и общественных знаний, а также промышленных предприятий, применяется в основном перегретая вода, о чем говорила. Применение перегретой воды в качестве теплоносителя позволяет использовать для теплоснабжения теплоту, отрабатывавшего пара низкого давления, что повышает эффективность теплоэффикации, благодаря увеличению удельной выработки электрической энергии на базе теплового потребления. Тепловая экономичность ТЭЦ улучшается при повышении начальных параметров пара, снижение давления пара в отборах турбин, применение многоступенчатого подогрева сетевой воды, увеличение числа часов использования тепловой мощности отборов, ограничение доли конденсационной выработки электрической энергии на ТЭЦ. Важным звеном теплоэффикационной системы являются тепловые сети, по которым теплотранспортируется от источников теплоснабжения до тепловых потерь. Почему являются именно тепловые сети? Как вы думаете, можете подумать над этим вопросом? И также написать в виде отчета в этих своих заданиях. Тепловые сети подают теплоту различным потребителям. По характеру и пара текания во времени различают две нагрузки. Мы уже это говорили, это сезонная и круглогодичная. В сезонную нагрузку у нас входит отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. А в круглогодовую это технологическая нагрузка и горячее водоснабжение. Основная задача отопления заключается в поддержании внутренней температуры помещений на заданном уровне. Для этого необходимо равновесие между тепловыми потерями и притоком теплоты. Условия теплового равновесия здания можно выразить в виде равенства, о котором мы говорили на практической работе. Что обозначает это у нас? Это КУ суммарные тепловые потери, КУТ теплопотерей теплопередачи через наружное ограждение, КУИ теплопотерей инфильтрации из-за поступления в помещение через неплотности наружных ограждений, холодного воздуха, КУ нулевой подвод теплоты в здании через отопительную систему, КУТ-В, внутреннее тепловыделение. В потере тепловыделения в основном у нас определяется первыми слагаемыми, это КУТ. Как можно определить КУТ, у нас обозначено на формуле 2.2. Также у нас есть два вида источника тепловыделения, это внутренние тепловыделения в зданиях и в промышленных зданиях. Источником мы говорили, что внутренних выделений в жилых зданиях это являются люди, бытовые и осветительные приборы. А источником тепловыделения в промышленных зданиях это у нас тепловые и силовые установки, механизмы, например, печи, сушильные, двигатели и другие механизмы. Как определяется тепловыделение у нас формула 2.3? Вот основная формула, по которой мы будем дальше решать задачи. Это вот 2.4. Здесь у нас КСКОККПЛКПТ. Это коэффициенты типа передачи стен, окон, пола, нижнего этажа потолка. ФИ это у нас коэффициенты остекления, то есть отношение площадь окон к площади стен. Все это поправочные коэффициенты на расчетный перепад температур для верхнего и нижнего горизонтальных ограждений здания. ТВ – усредненная температура внутреннего воздуха топливаемого помещения. ТН – температура наружного воздуха. Также в этой таблице у нас указаны различные административные жилые здания и какая температура должна поддерживаться. У нас, получается, в домах должна быть комнатная температура. Это плюс 18. И дальше вот различные здания административные и другие. В формуле 2.4 коэффициенты ПСи1, ПСи2 меньше единицы, так как в отопительный период температура воздуха на чердаке здания температура грунта под полом нижнего этажа выше наружной температуры. Большинство случаев ПСи1 – это у нас в пределах 0,75 или 0,9. ПСи2 – это у нас 0,5 или 0,7. Выражение, заключенное в 2,4 фигурные скобки, представляет собой потерю теплоты теплопередачи через наружные ограждения при разности внутренней и наружной температур. 1 градус Цельсия, отнесенная к 1 метр куб. Это величина, называемая удельной теплопотери здания. Удельная теплопотери здания – это у нас периметр, деленная на площадь, умноженная на средний коэффициент теплопередачи вертикальных ограждений здания, плюс 1, деленное L, L – это у нас высота, и Kg – эквивалентный коэффициент теплопередачи горизонтальных ограждений здания, перекрытый верхнего этажа и полонижнего этажа. Получается, в этой формуле у нас два коэффициента. Kv – это средний коэффициент теплопередачи вертикальных ограждений здания. Это у нас стены, и Kg – это эквивалентный коэффициент теплопередачи горизонтальных ограждений. Это у нас пол и потолок. И указаны формулы, как мы рассчитываем Kv и Kg по отдельности. Коэффициент теплопередачи вертикальных ограждений – это у нас Ks, мы это Ks знаем, это у нас стены, плюс FI, в скобьях открывается, учитываем оконный проем и K-стена. Коэффициент горизонтальных – это у нас Psi1, коэффициент потолка, коэффициент теплопередачи потолка и Psi2 и пола. Из 2,4 и 2,5 следует, что удельная теплопотеря здания зависит не только от коэффициента теплопередачи наружных ограждений Kv и Kg, но и от формы и размеров здания в плане, характеризуемых параметром P и по ЩЮС и также высотой L. Зависимость удельной теплоты от этажности здания указана в таблице 2.2. У нас могут быть разные этажности. Здесь указаны 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 12-этажная и выше. Какой здесь может быть удельная теплота? Отношение параметра к площади в плане может быть выражено в следующей общей зависимости. Периметр, поделенный на S, равно F, деленное на… в корне S. F, вот это вот, F деленное в корне S – это безмерные параметры формы, то есть постоянная безразмерная величина, характеризующая форму здания в плане. Для круга F берется у нас 2 деленное в корне P равно 3,54. Для квадрата F равно 4. Для прямоугольника находится с помощью формулы F равно… 2 в скобочках открывается n плюс 1, деленное в корне n, где n – отношение длинной стороны прямоугольника – короткое. так как высота здания L равно… это объем делим на S, то из совместного решения 2,5 и 2,7 следует… Удельная теплоемкость формулы F, деленное в корне S, K, V плюс S, деленное в K, G. Или Q0, V равно F, K, V в корне L, деленное в K, G, деленное на L. Как видно из уравнения 2,8, при неизменном наружном объеме здания, то есть V-константа, увеличение его высоты или уменьшение площади в плане приводит к увеличению тепловых потерь через вертикальные наружные ограждения и к снижению тепловых потерь через горизонтальные ограждения. Из условия DQ, DL равно 0 вводится предложенное Соколовым уравнение для расчета оптимальных по минимуму теплопотерь. Оптимальные расчеты – это когда наименьшие теплопотери. Мы должны затратить меньше теплоты, больше теплоты мы должны сохранить в здании у себя дома. от размеров здания заданного объема. L – оптимальная температура, как находится высота оптимальной температуры, и S – оптимальная. Это у нас устойчивая формула, можете где-нибудь у себя записать, она у нас пригодится. Из 2,9 следует, что при снижении отношений KV на KG, а также при снижении параметра формы F, увеличивается оптимальная высота, и, соответственно, снижается оптимальная площадь в плане для здания неизменного наружного объема. Теперь вот приведены две задачи. Задача 1 – определить оптимальные по минимуму теплопотери размеры живого здания наружным объемом 300 000 м3, а также значение отопительной характеристики здания при оптимальных размерах. Также приведены исходные данные. Это средний коэффициент типа передачи вертикальных ограждений, эквивалентный коэффициент типа передачи горизонтальных ограждений, и какое здание – прямоугольное и соотношение сторон. Задача 2 – это как изменятся оптимальные размеры здания и удельные типы потери, если здание тем же объемом 200 000 м3 будет выполнено в плане форме квадрата. Так, первую задачу вы должны были решить в первой практической работе, вторую решайте на этой практической работе, отвечайте на контрольные вопросы. Первые 5 у нас для первой практической работы, от 6 по 10 у нас для практической работы номер 2. Спасибо за внимание, жду ваших работ. Продолжение следует...